Если Россия рухнет, все останемся под обломками и погибнем. Такое заявление сегодня сделал президент Беларуси, комментируя свою роль в урегулировании ситуации вокруг ЧВК Вагнера. На церемонию вручения генеральских званий во Дворце Независимости сегодня приглашены в том числе руководители СМИ, ведущие журналисты и политологи. Александр Лукашенко детально рассказал свое видение событий в России. От причин конфликта до выводов, которые всем предстоит сделать. Так Александр Лукашенко предостерег общество союзного государства. Агрессивная критика и призывы к расправам и публичному наказанию это очень опасно. Тем более, что в разгар этой смуты большинство из тех, кто призывает к преследованиям сейчас, отмалчивались. А ситуация ведь была уникальной в истории стран. Да и поначалу на это не обратили должного внимания. Мне докладывают. Президент Путин хочет связаться, пожалуйста. Договорились полдесятого, что мы переговорим в любое удобное для него время. Где-то в 10.10, когда в 10 он выступил, в 10.10 позвонил и подробнейшим образом проинформировал меня о ситуации, которая происходит в России. Задал несколько вопросов, в том числе и противодействия этому. И понял, что ситуация сложная. Не буду конкретизировать эту часть разговора. Самое опасное, как я понял, это не в том, что какая она была ситуация, а как она могла развиваться и ее последствия. Это было самое опасное. Я также понял, принято жестокое решение. Оно и прозвучало под текстом выступлений Путина. Мочить. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал, слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет. Я спрашивал, где он? В Ростове. Я говорю, хорошо. Худой мир лучше любой войны. Не торопись. Я попробую с ним связаться. В результате переговоров Александр Лукашенко и Евгения Пригожина, последние, посоветовавшиеся своими полевыми командирами, принял условия гарантии безопасности от белорусского президента. При этом глава государства призвал не считать кого-то в этой ситуации героем, в том числе и себя. Ведь изначальный межличностный конфликт на фронте, который перерос в мятеж, можно и нужно было вовремя увидеть и решить. И договариваясь с Пригожиным, Александр Лукашенко решал проблему общего отечества от Бреста до Владивостока. Не скрою, было больно наблюдать за событиями, которые происходили на юге России. Не только мне, многие наши граждане воспринят их близко к сердцу. Правильно, потому что отечество одно. Учитывая роль Беларуси в разрешении этой ситуации, должен в этом кругу сказать несколько слов о том, что случилось. И пояснить нашу позицию принятые решения. Особенно в свете последних сбросов и инсинуаций, которые все больше и больше появляются, особенно в российских средствах массовой информации. Тем более, что и наши беглые засуетились. Правда, фальстарт произошел. Стремятся продемонстрировать своим кураторам наличие хоть каких-то результатов. Ну, 250 миллионов надо же получить. Только там они поделят. А эти наши безумцы, которые еще несколько тут осталось, их не вычистили мы. Они же ничего не получат. Опять пушечным мясом будут. Что же касается церемониала, то звания генерал-майора присвоены командующему ВВС и войсками ПВО, председателю Госпогранкомитета, начальнику штаба тыла вооруженных сил, главе управления внутренних дел Гомельского облсполкома, начальнику управления Следственного комитета по Витебской области. А прокурор Гродненской области стал госсоветником юстиции третьего класса. Президент поблагодарил всех за самоотверженную службу Родине. И сегодня же президент провел рабочую встречу с министром обороны. Разговор шел о реакции белорусских силовых структур на события в России и выполнение поручения главнокомандующего. Специальное подразделение, в целом армия, милиция Беларуси, отметила Александр Лукашенко, отреагировали четко и за полдня были в полной боеготовности. Но при этом президент добавил, ничего необычного в этом нет. Это как раз понятная задача для людей в погонах. А вот отсутствие излишнего волнения и четкое понимание ситуации со стороны семей военнослужащих глава государства отметила особо. Ни одна жена, ни одна семья не плакалась. Понимали, что всякое может быть, но с таким пониманием это восприняли. Поэтому вот моя благодарность женам, детям, семьям наших военных. Вот это действительно тыл. Но ни в коем случае не расслабляться. В рамках подготовки вооруженных сил, это одни из самых сейчас главных мероприятий, вопрос поддержания боевой милиционной готовности, вопросы строительства развития вооруженных сил, боевой подготовки. Вот сейчас много разговоров и болтовни. Вагнер, Вагнер, Вагнер. Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим. Если их командиры, как мы с тобой рассуждали, приедут к нам и помогут нам. Опыт их. Опыт. Ну слушай, это на передовой. Штурмовые отряды расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин в последний раз сказал, что контрбатарейная борьба. Это говорит, что без этого невозможно. Беспилотники, они через это прошли. Они расскажут про оружие. Какое хорошо работало, какое нет. То есть вот мы будем с ними встречаться. Надо попросить настоятельно, пока они, может быть, не у дел, чтобы нам командиры встретились с нашими командирами на полигонах, показали, рассказали и тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять. Мы же ухо вострой держим. При этом Александр Лукашенко еще раз напомнил министру обороны, расслабляться армией сейчас нельзя. Кто спекулирует на потерянном детстве? Никакое дело западным политикам до тысяч поломанных судеб и израненных сердец, рассуждает сегодня в политстендапе Алексей Талай. Известный спикер-мотиватор и учредитель благотворительного фонда. Он своими глазами видел, сколько горя принесло международное сообщество людям на Донбассе. Ни одну историю пока еще живых свидетелей. Теперь уж так называемый цивилизованный западный мир даже не скрывает своих планов. Что такое мирное небо, тысячи мальчишек и девчонок из регионов, охваченных войной, узнали лишь в Беларуси. Почему миру проще закрыть глаза на детские слезы? Время правды пришло. Донбасс нам не чужой. Монолог от первого лица в новом выпуске политстендапа сразу после вечерних новостей на ОНТ. Итоги десятилетия и мосты интеграции на долгосрочную перспективу. Уфа на несколько дней стала деловой столицей союзного государства. Юбилейный форум региона в Беларуси и России обещает быть рекордным не только по количеству участников и обсуждаемых направлений двустороннего сотрудничества. Впечатляет и анонсированная сумма контрактов. От космоса, новейших разработок в промышленности до образования и культурных проектов. Потенциал союзного государства региона представили на масштабной выставке достижений. МАС, БелАС, ГУМ, Сельма, Шуфимский троллейбусный завод. Здесь продукция более полусотни ведущих предприятий Беларуси и России. Единая промышленная политика – одна из главных тем нынешнего форума. Это импортозамещение и кооперация. На деловом совете будет подписано 9 документов непосредственно в рамках заседания, в том числе ряд документов по линии торгово-промышленных палат, коммерческие контракты. Это сближение наше, оно уже дает результаты. Уже появилась продукция, которая собрана полностью из составляющих российских и белорусских. Поэтому новые виды продукции в нашем машиностроении уже появились первые образцы. Беларусь является топ-5 стран, с которыми сотрудничает Республика Башкортостан. И здесь важно отмечать, что наше сотрудничество, оно абсолютно разнонаправленное. Это не одностороннее сотрудничество, это не направлено на одну тему, а это весь спектр жизнедеятельности. За первое полугодие 2023 года наш товарооборот вырос более чем на 57%. Повестка форума регионов в этом году максимально широкая. Поставки продукции, открытие совместных производств, разработка новейших технологий во всех сферах взаимодействия. Детально каждое из направлений обсудят на девяти секциях. На юбилейном форуме рекордное количество участников, несколько тысяч. Здесь все области Беларуси и более полусотни российских регионов. Межрегиональные контракты и соглашения подпишут уже сегодня. Предварительные итоги работы интеграционной площадки руководителей верхних палат парламентов подведут завтра на пленарном заседании. Коррупции не место в спорте. В Минске начался суд по уголовному делу об организации договорных футбольных матчей. На скамье подсудимых бывший замдиректора по спортивным вопросам и экс-тренер солигорского клуба «Шахтер» Владимир Нидергаус. Уроженец Казахстана. Имеет двойное гражданство Германии и России. На момент задержания уже был безработным, поскольку контракт с клубом истек. В начале суда фигурант просил разрешения внести средства, как гарантию оплаты штрафа. Суд ходатайство удовлетворил. После оглашения обвинения подсудимый полностью признал свою вину. Нидергаус инкриминирует организацию договорников и подкуп участников матчей. Противоправные действия в итоге предопределили исход чемпионата страны по футболу прошлого сезона. После вскрывшихся фактов «Шахтер» лишился золотых медалей, а «Энергетик» БГУ потерял серебряные награды первенства. Ярко и масштабно. Беларусь готовится встретить один из главных праздников – День независимости. Торжества пройдут в каждом районе страны. Только в Минске более 160 программ. Праздничный марафон откроет пятничный гала-концерт во Дворце Республики. На одной сцене выступят именитые артисты и талантливая молодежь. Центральной площадкой торжеств станет Дворец спорта. Празднований здесь три дня. 1 и 2 июля программу посвятят молодежи и фольклорному творчеству. Массовые гуляния непосредственно в День независимости. 3 числа с 11 часов до 23.00 будет программа посвящена 3 июля. Будут и звезды белорусской эстрады. Будут очень интерактивные, интересные. Планируется флешмоб. Во всех районах города Минска, в 9 районах, пройдут мероприятия. Это все знакомые площадки. Это парк Павлова, это национальная библиотека Республики Беларусь. Ну и так далее. 3 июля программа начнется с возложений. Благодарные потомки принесут цветы к мемориалам и памятным местам в честь героев Великой Отечественной. Патриотическую программу на городских площадках посвятят году мира и созидания. Солдатская каша, интерактивные площадки, выставки, развлечения по интересам найдут и взрослые, и дети. Свои локации во всех районах Минска и возле Кургана Славы готовит Минобороны. Жители и гости нашей столицы смогут ознакомиться с современными образцами вооружения и военной техники. Всего будет представлено более 60 единиц техники. Также будут выставки организованы современных образцов военной формы одежды и экипировки. Выставки беспилотных летательных аппаратов. Также военнослужащие покажут нашим гражданам выступления кинологи со служебными собаками. Финальным аккордом станет галоконцерт на площадку обелиска «Минск. Город-герой». Хедлайнер вечера российская группа «Филатов энд Карес». Здесь же каждый сможет присоединиться к акции и спеть гимн вместе. В 23 часа небо украсит фейерверк. Залпы из шести точек Минска. Над музейно-парковым комплексом «Победа», парком Павлова, набережные парка Дрозды, на площадках учежувка арены и национальной библиотеки в сквере Янки Купалы.